Чемпионы и призеры всероссийских, европейских и международных соревнований. Все они воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Их тренируют здесь, в зале физкультурно-оздоровительного комплекса в Щелкове. Алексей Топтыгин – новый чемпион мира по дзюдо. Он завоевал золотую медаль весовой категории 50 килограммов на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которая проходила в Лиме, столице Перу. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 51 страны. В финальном поединке Алексей одержал победу над соперником из Бразилии Юри Пирейра, несмотря на сломанную в схватке руку. Руку я повредил в финале с первой атаки бразильца. Я сначала почувствовал дискомфорт, но на адреналине рука не болела, и я смог выиграть с схватком. Алексей родом из Саратова. Он переехал в Щелково, чтобы заниматься под руководством тренера Джумбера Абуладзе, воспитавшего чемпиона мира по дзюдо 2021 года Яга Абуладзе. Алексей готовился к первенству в стенах Щелковского фока под руководством тренеров Джумбера Абуладзе, Зураба Диасамидзе и Нерека Даниэляна. Затем на сборах в Сочи. Для соревнований ему пришлось похудеть до 50 килограммов весовой категории, в которой в результате и выступил спортсмен. Конечно, результат, который мы сейчас показали, это феноменальный результат. Понимаете, вот этот маленький зал победил таких республик автономных и краев, которые исторически считаются борцовскими. Это не только мой труд, это труд всего тренерского состава. Однозначно, без них ничего не получилось. Хочу сказать спасибо администрации городского округа, Шелково в лице, главы города. И отдельное спасибо хочу сказать меценату Солиса Добаевича, Каракутова и Аграхима. Тренеры отмечают, что секрет высоких результатов всегда один. Регулярные тренировки, трудолюбие и упорство. Никаких секретов нету, просто мы много работаем, тренируемся утром и вечером. 12 тренировок в неделю у наших ребят. Ездим по разным городам, набираемся опыта. И за счет этого мы даем такие результаты. Чтобы достичь этого результата, надо жить этим. Если ты живешь, понимаешь, поставив себе цел, ты достигнешь. Нет такого, чтобы человек цел поставил, но не достиг. Но главное к этому упорно трудиться и трудиться осознанно, понимая, что делаешь, для чего делаешь. И что надо, чтобы достичь этого результата. Это не как бы какой-то отрезок жизни, чтобы вот так вот сегодня потренировать, завтра выиграть. Но это годами, годами наработано. Каждая тренировка начинается с разминки, которая включает упражнения для разработки мышц и суставов, а также кардиоупражнения для повышения общей физической выносливости. Затем спортсмены работают в парах, чтобы отработать различные техники друг на друге и исправить прежние ошибки. Команда, все друг друга уважают, все отлично, тренера поддерживают, все отлично. Тренера ко всем, можно сказать, подходят индивидуально, со всеми занимаются, всем уделяют внимание. Каждому ставят, подходят, подсказывают, ставят технику свою, что нужно делать. Также на соревнованиях всем подсказывают, всем помогают. Дзюдо не только спорт, но и философия. Кодекс чести дзюдоиста требует вежливости, смелости, искренности и верности своему делу. Такая концепция позволяет закалить характер и не сломаться после поражений. Ученик должен сохранять терпение и неуклонно идти к поставленной цели. Как ты тренируешься, тут будет 100% отдача, если ты полностью отдаешь себя, то и спорт у тебя не тренируется. Ребята, которые стали героями, недавно прошедшие в Спартакеаде, учащихся в России и первенство мира до 18 лет, который прошел в Южноамериканское государство, Перу. В этом году проявить себя на соревнованиях и попасть в сборную России смогли 8 воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва. Теперь они будут бороться за право участвовать в чемпионатах Европы и мира. Сейчас в Московской области это такой кластер и самый успешный округ Щелково и Фрязино. За счет наших результатов именно сейчас Московская область заняла первое командное место. И впервые в истории на Спартакеаде учащихся. Именно за счет медали, которые им принесли спортсмены нашего зала. Детско-юношескую спортивную школу открыли в Щелкове в 1937 году. Благодаря успехам воспитанников последнего времени ее статус повысили до школы Олимпийского резерва. Сегодня здесь занимаются дзюдо более 700 человек. И с каждым годом количество желающих тренироваться у прославленных тренеров только растет. Редактор субтитров А.Семкин